А в этом видосике я научу вас, как выигрывать и никогда не проигрывать в крестике-нолике. Привет, мои внучата! С вами Иван Ваныч, и я распаковываю самые прикольные посылышки из Китая и учу вас самым классным фокусом и пранком. Если ещё не подписан, то сделай это прямо сейчас, заодно нажимай на волшебный колокольчик. Видосики у нас сейчас выходят практически каждый день, и мне будет очень интересно почитать в комментариях, что вы хотите в следующий раз? Новую прикольную посылочку из Китая, карточный фокус или, может быть, какой-нибудь очередной пранк? Кстати, в этом видео мы разыграем магнитный пластилин, вот такую вот классную штукенцию из Китая. А для того, чтобы принять участие, нужно всего-навсего быть подписанным на наш канал, поставить лайк и написать прикольный комментарий. Чем больше будет лайков, тем больше будет призов. Итоги будут через несколько видео, но в конце этого видосика мы подведём итоги конкурса на игрушки ФНАФ. Ну а теперь ближе к делу. Давайте же научимся выигрывать в игру Крестики-Нолики. Итак, ребята, сейчас я расскажу вам о выигрышной тактике в игру Крестики-Нолики. Она не гарантирует, что вы будете выигрывать каждый раз, но вы точно никогда не будете проигрывать. А это значит, что вы можете, например, поспорить с вашим другом, что из пяти партий вы не проиграете ни одной, и он вам проспорит. Итак, мы будем ходить крестиками, а соперник ходит ноликами. Рассмотрим сначала ситуацию, когда мы ходим первыми. Вот в этой ситуации запомните главное правило. Вы всегда начинаете с какого-либо угла. Многие начинают с середины, но это неправильно. Нужно начинать из угла. Ну, например, давайте мы поставим наш крестик вот в этом углу. Дальше, в зависимости от того, куда пойдет ваш оппонент, вы будете вести себя по-разному. В том случае, если ваш оппонент занимает ноликом одну из этих трех клеток, то вам необходимо поставить ваш следующий крестик в противоположную клетку. Вот от этого вот угла, то есть вот сюда. Если же оппонент поставит нолик в одну из этих трех клеток, то наоборот, вы поставите в противоположном углу вот здесь ваш крестик. И, наконец, если оппонент займет вот этот вот угол, то есть противоположный нашему крестику, то вы можете поставить ваш крестик, либо здесь, либо здесь. Это без разницы. Давайте прогоним несколько из таких ситуаций. Например, оппонент ставит свою фигуру вот-вот-вот-вот сюда. В этом случае вам необходимо, как я уже вам сказал, поставить в противоположный от этого угла ваш крестик, то есть вот сюда вот. Естественно, теперь игроку придется вас заблокировать. Ну, если он это не сделает, то вы сразу выиграли, конечно. Предположим, он играет с умом, и он должен вас заблокировать. Он ставит свой нолик сюда. Естественно, теперь вы должны его заблокировать, и поставите крестик вот сюда. После чего у вас происходит вилка. Итак, и так вы выигрываете. Теперь куда бы он ни поставил нолик, вы выиграли в любом случае. Вот так. Предположим, наш оппонент решил поставить свой нолик в противоположную клетку. Вот сюда, вот тоже в угол. В этом случае, как я уже говорил, вы можете занимать либо эту, либо эту клетку. Это без разницы. Давайте займем вот эту клеточку. Поэтому, естественно, оппоненту придется вас заблокировать. Ну, и в этой ситуации вам осталось занять последний угол. Всегда стремитесь занять три угла. И в этом случае у вас опять вилка вот так вот, и вот так вот. Вы в любом случае выиграли. Многие из вас задают вопрос, а что делать, если оппонент, после того, как мы поставили крестик вот в этот угол, ну, или в любой другой угол, решил поставить нолик посередине. Вот этот вариант, конечно, менее желателен. Но в этом случае вам не нужно теряться. Вам необходимо обязательно вот в этой ситуации поставить крестик в противоположный угол от того, куда вы же его поставили. То есть вот сюда вот. В этой ситуации, если ни вы, ни оппонент не допустите ошибок, то это будет ничья. И вы все равно не проиграете. Ну, предположим, он решит поставить нолик вот сюда. Вам останется лишь просто отслеживать его ходы и вовремя блокировать, чтобы он не выиграл. Теперь он заблокирует нас. Мы заблокируем его. Ну, и дальше он ставит еще куда-то, и мы его блокируем. Все, это ничья. Окей. А что, если мы ходим вторыми? Вот тут, конечно, мы будем зависеть уже от нашего соперника и посмотрим, что первым сделает он. В том случае, если наш соперник, который ходит первым, решит по какой-либо причине занять одну из любых клеток, кроме центральной, то в этом случае нам необходимо будет первым делом на наш первый ход занять центральную клетку. Итак, предположим, он у нас ходит первым, это нолики, и он решит занять вот точно так же угловую клетку, как вот у нас в прошлой тактике. В этом случае мы, чтобы привести дело к ничьей, чтобы не дать ему выиграть, обязательно ставим крестик в центральной клетке. И дальше, что бы он ни делал, мы продолжаем его блокировать, и он не сможет выиграть у нас. Ну, например, он пойдет вот сюда, мы пойдем сюда, он нас заблокирует, мы его заблокируем, он нас заблокирует. Ну и, как вы понимаете, это ничья. И, наконец, последний возможный сценарий. Если наш оппонент ходит первым, и он решает подставить свой нолик в центральной клеточке. Хотя, поверьте, очень многие, глядя на вас, начнут тоже начинать с угловых, и вы, зная тактику, будете ставить по центру и сможете всегда свести игру к ничьей. Так вот, если оппонент начинает с центральной клетки, то нужно быть очень внимательными и обязательно, обязательно подчеркиваю это занять одну из угловых клеток. В этом случае мы будем стремиться занять углы. Итак, допустим, мы займем крестиком вот этот вот угол, и дальше оппонент, что может сделать самое плохое для нас, он может пойти вот сюда вот и занять этот угол. Тогда ему будет очень просто в дальнейшем сделать нам вилку. Чтобы этого не допустить, вам обязательно нужно занять либо этот, либо этот угол. Ни в коем случае не сюда и не сюда, потому что тогда оппонент без труда сделает вилку. Итак, мы занимаем еще один угол, и в этом случае оппонент должен будет нас заблокировать, иначе если он начнет что-то делать здесь, то мы выиграем, мы его тоже заблокируем. Ну и дальше вы уже понимаете, что будет у нас ничья. Алгоритм, на самом деле, совершенно несложный. Вы можете пересмотреть это видео, чтобы точно все запомнить, и дальше можете спорить с друзьями, и вы обязательно у них будете выигрывать споры, потому что обыграть вас крестики-нолики будет просто нереально. Ребят, надеюсь, что вам понравился этот видосик. Не забудьте написать в комментарии, что вы хотите увидеть в следующий раз. Фокус, пранк или новую посылочку из Китая. На экране победители прошлого конкурса на игрушке FNAF. Ребят, поздравляю, я вам напишу личное сообщение на Ютубе. Ну а следующий видосик у нас в четверг. Ставьте лайки, и до скорой встречи. Дзайде! Субтитры сделал DimaTorzok